Добрый день! С вами я, Елена Ливенская. Значит, впереди вас ждет новая порция новостей из жизни Северокавказского Федерального Университета. Чему обучали европейские ученые будущих юристов и с кем студенты соревновались в красноречии? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В СКФУ прошла вторая зимняя школа по европейскому праву на Северном Кавказе. Ее участниками стали лучшие студенты юридического института, свободно владеющие английским языком. В течение недели ребята посещали проблемные лекции по темам, выходящим за рамки учебной программы. Тематика школы такая, что она затрагивает не только европейское право, сколько интеграционный процесс, который проходит в Европе. Конечно, затрагивает тема отношений ЕС и России. Сложная тема. И лекторы стараются рассказать о ней через право. Не через политику, а через право. Школа не случайно называется международной. Это совместные проекты СКФУ и Австрийского университета Граца. В качестве лекторов здесь помимо российских ученых выступают представители этого престижного европейского вуза. Мы очень хотели бы, что именно студенты, молодые будущие, то есть будущие аспиранты, имеют вот такие знания, которые позволяют им дать реальные решения, осуществить реальный вклад в решение будущих проблем и евразийской интеграции. Насколько хорошо студенты СКФУ усвоили материал, стало понятно на финальном испытании – деловой игре. Кстати, многие ребята уже участвовали в зимней школе по европейскому праву в прошлом году. Это всегда уникальная возможность для студентов из России, из Старопольского края получить новые знания, увидеть другую точку зрения. То, что мы больше всего ценим в нашей профессии. По-другому посмотреть на что-то, на какие-то явления. Тем более правовые явления всегда так многогранны, что двух-трех точек зрения всегда мало. Лучшие слушатели примут участие в аналогичной летней школе, которая пройдет в Батуми. Помимо этого, ребята получат шанс съездить на стажировку в Австрию. В СКФУ полным ходом идут мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Так, на прошлой неделе в ВУЗе стартовала интеллектуальная игра «Хронограф». Ее участники боролись за звание лучших знатоков истории Великой Отечественной войны. В чем заключался план немецкого командования «Тайфун», как называлось самое крупное танковое сражение, кто руководил операцией «Багратион». Игра подтвердила, что студенты крупнейшего вуза региона дорожат историей и гордятся советскими воинами, отстоявшими независимость Родины. В СКФУ прошли 12-е сургучевские чтения. В этом году они были приурочены сразу к трем знаменательным событиям. Году литературы в России, столетию Первой мировой войны и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые за всю историю проведения сургучевских чтений в центре внимания оказалась военная тематика, причем не только в литературе, но и публицистике. Здесь важно даже не то, что конференция проходит как научный форум. Мне кажется, эта конференция имеет такое общественное значение, потому что мы хотим, чтобы этот взгляд на литературу, этот взгляд на публицистику военного периода усвоила молодежь. Участниками сургучевских чтений стали маститые ученые из ведущих научных и учебных учреждений страны, в том числе федеральных вузов и Института мировой литературы Российской Академии Наук. Большой интерес к мероприятию проявили также учителя школ, лицеев, студенты и молодые ученые СКФУ. Все вместе они попытались осмыслить крупнейшие трагедии 20-го столетия, унесшие миллионы жизней. В рамках сургучевских чтений они вспоминали писателей, поэтов и публицистов-фронтовиков, а также исследователей того времени. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня студенческих отрядов. Новый праздник будет отмечаться ежегодно 17 февраля. В СКФУ эту новость встретили с большим энтузиазмом. В крупнейшем вузе региона действует 15 студенческих отрядов, которые объединяют свыше тысячи студентов. Педагогический отряд «Классики» перекрывает огромную часть летнего отдыха от Ставропольского края. У нас много представителей, студентов, которые в других педагогических отрядах работают. У нас очень мощные энергетические спасательные отряды, которые тоже перекрывают большую часть работы. И в этом году мы сделаем шаг, чтобы именно в этом направлении занять передовую позицию, так как уже в других направлениях молодежной политики СКФУ в числе лидеров в Северокавказском федеральном округе. В рамках недели правовой культуры в СКФУ прошли дебаты. В первой игре турнира в Красноречии соревновались лучшие студенческие команды. Каждая из них аргументировала свою позицию, отвечала на вопросы оппонентов и зрителей. Судили эти словесные баталии почетные гости турнира, среди которых были депутаты Думы Ставропольского края, представители бизнеса, молодежных общественных организаций, средств массовой информации. В первую очередь мы хотели, конечно, развивать дискуссионные навыки у наших студентов, развивать их мышление. И я думаю, что в рамках недели правовой культуры это было особенно актуально, потому что обсуждались именно темы, которые непосредственно связаны с политикой, с правом, с принимаемым нам законодательством в нашей стране. В финальном поединке команда-победительница сразилась с приглашенными экспертами. Опытные ораторы, яркие и харизматичные личности дали своего рода мастер-класс студентам крупнейшего вуза региона. Было очень интересно, было крайне круто, если можно так сказать, именно от того, что люди, которые играли против нас, они принимали определенные участия, они имеют свой какой-то жизненный опыт, который они продемонстрировали во время игры неоднократно. Завершились дебаты награждением участников. Заслуженные награды получили также те, кто успел отличиться за время проведения в СКФУ недели правовой культуры. Были отмечены авторы лучших видеороликов, победители квеста, во время которого ребята в игровой форме расследовали загадочное убийство. Помимо дипломов и грамот, все они получили бесценные знания в области права, которые пригодятся им в жизни. На этом все новости на сегодня. Северокавказский федеральный университет прощается с вами до следующего эфира. До новых встреч!